Площадка для проведения семинара по научному приборостроению была подобрана специальным образом. Это дань уважения разработкам и исследованиям научных сотрудников Морского гидрофизического института, одного из ведущих научных учреждений в сфере океанологии. Об этом на открытии семинара заявил председатель Совета по научному приборостроению при Федеральном агентстве научных организаций России Алексей Михайлович Медведев. Безусловно, мы сейчас завершаем этап фактической инвентаризации и систематизации всех наработок, всех тех заделов и возможных направлений, которые есть у исследовательских коллективов в академических институтах. Я считаю, что тот материал, который уже наработан в формате проектного офиса в Совете по научному приборостроению является хорошей основой для того, чтобы заявляться по научному приборостроению в качестве отдельного направления в государственную программу развития промышленности. Морской гидрофизический институт на протяжении десятилетий был и остается флагманом морского приборостроения. По словам его руководителя, сегодня важно не только продемонстрировать достижения в части академической науки, образования и бизнеса, а найти точки продуктивного соприкосновения между этими тремя составляющими. Самое главное – это как можно более активное общение между представителями разных направлений бизнеса, науки и образования. Тогда, я думаю, будет полный успех в части, по крайней мере, приборостроения, но на самом деле и в целом развития города Севастополя. Приборостроение является одним из направлений стратегии социально-экономического развития Севастополя, заявил вице-спикер Севастопольского парламента Александр Андреевич Кулагин. И в данный момент наш город проходит стадию проектирования. Значимую роль в этом процессе занимает отрасль приборостроения. Нынешний период – период большого проектирования, потому что у нас сейчас ряд и федеральных программ, целевых, и государственных программ, связанных с развитием Севастополя, куда вкладываются достаточно большие средства. И, безусловно, нельзя пройти этап проектирования, этап, к сожалению, достаточно серьезных проблем, связанных с ресурсами, в том числе с земельными участками и так далее. Проектом стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года поставлена амбициозная задача – утроить количество рабочих мест в отрасли приборостроения и довести объем производства до 6,5 миллиардов рублей при поддержании темпов роста на уровне 9% в год. Предполагается, что существенный импульс отрасли даст строительство в Севастополе к 2020 году индустриального парка на полторы тысячи рабочих мест. Интеграция научно-технической базы Севастопольского государственного университета, гидрофизического института и других научных учреждений сформирует высокотехнологический кластер, способный самостоятельно будет производить опытно-промышленные образцы новой радиоэлектронной продукции и внедрять в производство новые направления радиоэлектронной продукции. В первый день работы семинара были представлены доклады об основных направлениях развития научного приборостроения и достижениях успешных предприятий, о цифровой экономике, национальной технологической инициативе и создании цифровых фабрик, где контроль за бизнес-процессом можно контролировать в реальном времени. И самое главное, эти фабрики, грубо всего прочего, должны организовать мое взаимодействие с заказчиком и поставлять им не просто продукцию, а сделать так, чтобы эта продукция была персонально нужна именно и то, что хочет наш заказчик. Теперь, если вы хотите увидеть реальную цифровую фабрику, которая действует уже, и вы можете пойти на эту фабрику, принести визит и посмотреть, то это вот у Алексея Михайловича Чалова эти вопросы уже во многом решены. По словам Алексея Михайловича Чалова, имеющего опыт создания таких технологий и применения их на практике, на стартовом этапе развития компании эти умения не являются определяющими. Цифровая экономика важна для средних и крупных компаний. На семинаре Алексей Чалый рассказал об основных принципах создания инновационной компании. Чтобы сделать продукт, надо всю задачку решить до конца. Нельзя только решить ее кусочек. Поэтому смотреть надо глобально, не ограничивать себя внутренним рынком, не делать ставку, эксклюзивную ставку на государство. Сотрудничество с государством замечательно. Получили какое-то финансирование, какой-то государственный грант – отлично. Но ни в коем случае, с моей точки зрения, исключительно своя точка зрения, нельзя это делать главным направлением вашей деятельности. Сами организуйте ключевые процессы. По словам Алексея Чалого, при создании инновационной продукции лозунг может быть такой. Познайте ключевые проблемы заказчика, придумайте их лучшее решение и продайте его. Потому что проблемы наших заказчиков – это наши продукты, а наши продукты – это наша прибыль. Вот что означает, я думаю, что это достаточно хорошо объясняет этот тезис. Следующий момент. Хороший продукт – прибыльный продукт. Не закладывайте в разработку инновационных изделий продуктов сомнительной нормой прибыли. Значит, вы не придумали инновационное изделие, если вы заранее планируете какую-то средненькую норму прибыли. В этой связи не пытайтесь повторять то, что делают другие. Всегда найдите в изделии что-то новое, что дает потребительскую ценность, о которой уже было сказано, но чего до вас никто не делал. Запретите любую деятельность компании, которая не вокруг этих ориентиров. И соберите людей, только таких, которые разделяют эти ценности. В семинаре приняли участие 150 человек. Среди них студенты, аспиранты и молодые ученые севастопольских вузов и институтов Федерального агентства научных организаций России. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова